привет привет всем что я показываю я показываю вот такую корзинку мою рукодельную для одного процесса которая сейчас завалена процессами и тем что я собираюсь вязать отодвинула я свою рукодельную корзинку и начинаю показывать наверное начну с того от чего я устала вот от этого цвета и наверное вы ничего не поймете потому что нужно разложить вот такой процесс кардиган я ниточку не обрезала кардиган он претерпел изменения спинка у него стала вот такой вязаться с полосками на рукаве у меня не жук цепь из того же узора жук у меня теперь цепь и косичка рядом на полочке тоже цепь но этот вариант у меня вязался вязался и пошел отдыхать я от него пошла отдыхать потому что решила что но я устала честно устала перевязывать показывать мешает свет взяла вот этот цвет то же самое я показывала вам пряжу ализа суперлана классик уменьшила немножко уменьшила воротник хотя не хотела очень хотела широкий но не получилось дальше рукав тоже сделала узором здесь вот подскажите как называется кто говорит рис кто говорит жемчужный я знала что это жемчужный узор но может быть я не права это когда две лицевые две изнаночные две лицевые изнаночные в изнаночном ряду они провязываются по рисунку а в лицевом ряду они меняются где были две лицевые там две изнаночные где были две изнаночные там две лицевые я считала что это жемчужный рисунок права или нет вы мне подскажите и так полочка полочка у меня стала пошире за счет того что я изменила прибавки сейчас не буду ничего рассказывать по вороту я набрала тоже большее количество сам ворот сделала длиннее и набрала большее количество петель и все это все что я сейчас могу рассказать об этом кардигане потому что я его не довязала он еще вяжется и пока вяжется нормально без перевязав я устала уже перевязав честно скажу вот это второй мой процесс и я его по-быстренькому вам показываю чтобы особо не заострять внимание на нем дальше были у меня пинеточки вы видели ну так как малыша еще нет в той семье которая будет будут теперь предназначаться эти пинеточки я и не довязала пинетки вязала своему малышу то есть внуку своему но получилось что мы всю беременность не знали кто родится и и когда уже на свет появилась девочка оказалось что голубые цвета мне не подходят нам не нужны голубые пинетки нам нужны розовые теперь пинетки и поэтому я тут показываю три пары пине тогда по одной надо довязать вот эту пинеточку сделать шнурок здесь это как бы уже готова пинетка вот не готова просто осталось сшить нет шита в дети шнурок шнурок связать крючком и в дети это несложно и связать вот такую вторую пинетку получится мне три пары пинеточек одному мальчику который еще пока не торопится родиться и хорошо правильно делает все нужно делать во время так и нитки в сторону раз пошли про детскую тему давайте продолжим детскую тему так как не мальчик у нас но хотя хотя когда я еще не знала кто у нас будет я взяла такую пряжу это шокерин я показывала белую до белый цвет вот белый цвет я показывала и говорила что он потоньше чем baby best best да потоньше и поэтому я решила в крючок пустить его это будет наверное крючковый вариант плед плед будет вот такой двухцветный возможно если я еще это когда-нибудь свяжу это я мечтаю это мои мечты я не говорю что я буду вязать и я свяжу точно это пока мои планы мои мечты это крючковый плед но его можно это девочки для мальчика потому что очень нежный нежный цвет вот этот зелененький прям нежный нежный красивый и так теперь когда я брала пряжу для мальчика я все-таки подумала что а вдруг девочка а вдруг и взяла ализе baby best вот такого цвета это нежный нежный коралловый цвет как все у baby best нежная так и этот цвет очень нежный я скажу цвет номер цвета 145 так до 145 поближе посмотрела белый цвет как везде 55 белый цвет у них если 55 то это белый точно и так здесь для спиц пряжа скорее она для спиц я думаю что тоже пледик конечно или конверт но спицами но опять же это мои планы мои хотелки мои желания а там видно будет пока еще не буду больше разводить процессов потому что это не последний процесс это все продеть про детское все теперь такой вариант крючок вот такой вариант это ленивый реглан крючком цвет это лиловый я показывала baby wool у меня лилового цвета вот я из этого точка потому что я не хочу тонкие нитки вязать спицами я буду вязать крючком это первая моя вещь крючком не мотивами обычно я вязала мотивами эта вещь вяжется крючком и попроще сюда значит я не захотела опять же пускать ажурные узоры какие-то потому что вещь будет на осень весну ну и зимой я буду дома как бы одевать ну так чтоб не жарко было и не холодно тонкая ниточка но в крючке она конечно потолще смотрится вот сама ниточка в крючке она толстенько смотрится то что мне еще не нравится в крючке это вот эти отверстия если кто-то знает более плотное вязание подскажите пожалуйста столбики с накидом но поплотнее как их вязать есть варианты два столбика в одну клеточку в одну петельку но с одним с одной вершинкой да это заберет очень много пряжи думаю других вариантов нет так что вот такой ленивый реглан будет будет надеюсь я его закончу так вот связано шапка не шапка подготовка только к макушке шапочка из ализе вот сейчас этикеточку и не нашла но и стоит что я показывала вам в одну нитку вижу наверно 140 метров это лана голд лана голд так плюс наверное это лана голд плюс просто цвет такой бежевый здесь до 100 100 грамм 140 метров вот это скорее всего лана голд плюс у меня в одну ниточку вижу и макушку хочу другую не то что есть у меня на канале а новую макушечку так в одну нитку на толстая пряжа вижу сейчас стараюсь плотно но чтобы не стягивала так что в одну нитку для нашего региона очень вполне подойдет будет теплая шапка тем более у нас знаете сейчас как есть одевают шапки а вышел из дома сел машину потом из машины вышел зашел на работу вот такой вариант много на остановках стоять не придется по городу гулять тоже особо не приходится по магазинам если пойти магазин у нас магазины в трехминутной доступности буквально зайдешь за следующий дом уже магазины все так что не замерзнешь такой шапочки у нас не замерзнешь и наверное это будет последний процесс который я это процесс уже это бактус он вяжется очень легко очень просто пока я вижу его на таких спицах мне хватает длины еще потому что ниточка то тоненькая нитка это то что мне подарила и на ссылочку я на ее канал поставлю надо не забыть ангора gold simli выигранная как бы мной нет эта ниточка дана мне как молодому каналу на развитие канала вот я пытаюсь развить с помощью этой ниточки свой канал будет бактус который я покажу и сделаю как бы по нему обзор или мастер-класс громко связано будет громко связано очень легкий бактус его даже обрабатывать не надо у него уже край как бы уже готовый край вот вот из такой ниточки я вижу что за пряжа эти акрил 75 процентов 20 процентов шерсть и металлическая ниточка 5 процентов вот это которая блестит люрекс это и есть эта ниточка так 500 100 грамм 500 метров ну здесь я вам скажу не глядя можно вязать любой размер спиц тройка четверка пятерка двойка шестерка восьмерка все что угодно потому что пряжа нитка тонкая если хотите ажур то можете вязать на любом размере спиц что было поажурнее не знаю какой размер надо померить 4 может быть вот такой мой последний можно сказать процесс но не последняя задумка это не последняя задумка потому что вот такую шапочку я вязала и залезала на голдфайн и к ней хочу такой же бактус не такой но другой какой-то бактус к этой шапочки связать потому что вот и говорю что задумок море процессов великое множество доводить до ума надо и еще скажу что очень сожалею о том что я развела столько процессов не люблю этого дела я люблю вязать что-то одно и до конца не меняя ну тут что там какой-то у меня сдвиг пошел досмотревшись на работы других пройдясь по каналам глядя на то что вяжут девочки меня пошел сдвиг в сторону увеличение процессов надо останавливаться поэтому довяжу пинеточки потом займусь уже чем-то более большим наверное надо вот бактус этот довязать и вот этот вот свой процесс потому что носить то что-то нужно что-то то мне нет ничего вязаного крючком поэтому нужно довести до конца да и кардиган конечно и шапка и вот так начинается бар как это сказать сдвиг мозга потому что надо все и сразу все и много ну так девчата поделилась я с вами своим великим множеством процессов и великим множеством желаний ну может быть с надеждой на то что все эти процессы у меня быстро свяжутся и желания мои также исполнятся чего и вам желаю от души чтобы процессы вязались легко без перевязок и желание ваши и насчет пряжи и насчет каких-то процессов новых чтобы все сбывалось всем спасибо за внимание и так я его много вас забрала и до новых встреч пока пока